В соревновании приняли участие около 70 спортсменов из Десногорска, Смоленска, Рославля и Ельни. Легкоатлетический кросс, организованный Комитетом по физической культуре и спорту, собрал любителей здорового образа жизни и профессиональных бегунов. Погода в этот день благоволила спортсменам. Нам повезло с погодой. Обычно березка у нас проходит в таких знойных, жарких условиях. Поэтому сегодня нам повезло с погодой. Ну и с самочувствием тоже. Впервые в истории кросс-гандикапа в забеге приняли участие ветераны Десногорска. Они в составе 9 человек преодолели дистанцию в технике скандинавской ходьбы. Остальным же участникам забега предстояло покорить традиционный круговой участок протяженностью в 3 километра. Открывали кросс-гети, далее стартовали спортсмены по возрастам с определенным гандикапом. В ходе соревнований юноши и девушки прошли дистанцию в 6,3 километра. Женщины и мужчины в 9,15 километров соответственно. Большинство участников во время забега показали свой спортивный азарт, волю к победе и хорошую физическую подготовку. Главное стремиться к своей цели, никогда не отпускать руки. И тяжело, ну всем тяжело, главное перевороть себя. Я очень довольна организацией, я довольна тем, что я вообще сюда приехала. И, конечно, эмоции всегда на адреналине бежишь, особенно когда есть с кем соревноваться. Тем более сильные ребята, которые будут очень сильные, и которые занимают достойные места, поэтому я не рассчитывала вообще что-то занять сегодня. В нелегком и упорном забеге места распределились следующим образом. В личном зачете среди младших девушек первой стала Ангелина Семченкова, среди старших – Екатерина Бодрова. Среди младших юношей быстрее всех оказался Степан Галицкий, среди старших – Иван Барабанов. В категории женщины первое место у Анастасии Михайловой, у мужчин победителем стал Михаил Витохин. Сильнейшие легкоатлеты получили грамоты, медали и ценные призы.